Добрый день, это программа «Губерния.Сейчас». Самые заметные события и комментарии за последние сутки. У нас только проверенная информация и только надежные источники. Меня зовут Антон Петрович. Давайте начинать. Завершено расследование уголовного дела о гибели детей в лагере Халдами. Это солнечный район Хабаровского края. Напомню, что трагедия произошла 23 июля 2019 года. Дети жили в брезентовых палатках, которые отапливались с помощью электроприборов. И вот неполадки в работе этой системы и привели к пожару. В результате один мальчик и три девочки погибли, а еще шесть детей получили ожоги разной степени тяжести. Из 26 палаток, в которых жили дети, 20 сгорело. Площадь возгорания составила почти 2500 квадратных метров. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, расследование уголовного дела завершено. Сейчас материалы направлены в Генеральную прокуратуру и там уже будут решать вопрос об утверждении обвинительного заключения. По данным следствия, директор ООО «Экстрим-сервис» Виталий Бурлаков и директор лагеря «Халдами» Максим Кузнецов, организовав отдых детей, часть из них разместили в брезентовых палатках, оборудованных системами электроснабжения и обогрева с нарушениями техники пожарной безопасности, неполадки в работе которой привели к возгоранию. Начальник районного отдела МЧС России Эдуард Новгородцев, выявив в начале июля 2019 года данные нарушения, не принял мер к их устранению руководством лагеря. Бурлакову и Кузнецову предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», а Новгородцеву по статье «Халатность», повлекшая смерть двух и более лиц». Новые ограничения вводятся в Хабаровском крае в связи с распространением коронавируса. Решение об этом было принято буквально несколько часов назад на заседании краевого штаба по борьбе с распространением инфекции. Вот что сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Я имею в виду, какие ограничительные меры вводятся. С завтрашнего дня, то есть с 21 октября, объявляются школьные каникулы. Они продлятся до 8 ноября включительно. Это не касается только северных районов Хабаровского края, но то есть тех районов, где диагноз COVID вот сейчас ни разу не был поставлен. Список этих районов сейчас уточняется, и он будет опубликован во второй половине дня. С завтрашнего же дня высшие учебные заведения, средние специальные учебные заведения переходят в режим дистанционного обучения, и он продлится месяц. Детские сады продолжают работать в обычном режиме, а вот работу ресторанов, баров, дискотек и так далее ограничат 23 часами. То есть работать они могут только до 23.00. Более подробно о новых ограничениях мы расскажем сегодня в программе «Новости губерний» в 19 часов. Дополнительные койки для больных коронавирусом разворачиваются в Хабаровском крае. Об этом рассказал Евгений Никонов, исполняющий обязанности заместителя, председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам. Вот в каких лечебных учреждениях развернуты новые койки, я пройдусь прям по списку. Итак, больных будут направлять в 1-й и 2-й роддома Хабаровска, в клинику челюстной лицевой хирургии, но это вот та, которая находится на площади имени Ленина. Под гражданских больных часть коек отдает военный госпиталь, который находится на улице Серышева. Под инфекционный госпиталь отдано здание кожевин диспансера на улице Краснореченской. Дополнительные места развернуты во второй краевой больнице, но и также есть инфекционный обсерватор психиатрической лечебницы. В условиях распространения ковид-инфекции мы дополнительно разворачиваем койки. Вот на этом слайде мы показываем, сколько этих койок у нас дополнительно доразвернуто. С 12 октября у нас было развернуто 185 койок, и с 19 октября у нас плюсом доразворачивается 330 койок. Это достаточно большая цифра. Необходимые мероприятия проведены, и врачебные коллективы готовы. Они начали активно работать. Эта информация была озвучена на аппаратном совещании в правительстве Хабаровского края, который проводил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев. И вот, что он сказал по этому поводу, цитирую. «Минздрав разворачивает дополнительные койки и начинает более жесткую кадровую политику. Это вынужденная мера. Любые попытки нагнетать страсти, подогревать коллективы медучреждений, закончатся кадровыми решениями по главным врачам. Также внимательно следите, чтобы не допустить вспышек в социальных учреждениях». Ну и за последние сутки в Хабаровском крае выявлено 142 новых случая заражением новой коронавирусной инфекцией. 38 человек, только 38 человек за последние сутки выздоровело. 11 больных сейчас находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Смертельных случаев за последние сутки зафиксировано не было. Эта информация актуальна по состоянию на 6 часов вечера 19 октября. Ну а по данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, Хабаровский край занимает 5 место по количеству выявленных случаев заболевания на 100 тысяч человек. Ну этот показатель рассчитывается вот по всем случаям, которые были зафиксированы с начала пандемии. И как видите, лидер этого антирейтинга – Магаданская область. На втором месте – Камчатский край. И Сахалинская область – наименьший показатель в этом смысле в Чукотском автономном округе. Всего же по состоянию на 19 октября в России в целом с начала пандемии выявлен 1 миллион 415 тысяч 316 случаев заражения COVID-19. Заплатить налоги теперь можно через почтовое отделение или с помощью почтальона, который, например, приносит вам пенсию на дом. Эту услугу Почта России вводит в связи с распространением коронавирусной инфекции. В период пандемии Почта России увеличила дистанционные способы оказания услуг, а сотрудники работают с соблюдением профилактических мер. С началом уплаты налогов физических лиц почтальоны стали принимать оплату налогов на дому клиентов. Оплатить налоги можно сразу при получении заказного письма от налоговой, в день доставки пенсии или пригласив почтальона по телефону клиентской службы Почты России. Ну вот заплатить таким образом налоги можно будет стандартные, те, которые приходят к нам ежегодно. Это налог на недвижимость, налог на землю, ну и налог на транспортное средство, ну то есть автомобиль. Ну может быть, если где-то в деревне там у кого-то есть трактор, тоже можно будет заплатить транспортный налог или, например, мотоцикл. Оплата будет происходить через мобильный терминал, с ним придет почтальон, то есть вы получили квитанцию с заказным письмом, вызываете почтальона, кстати, сделать это можно по единому номеру Почты России, 8800 единица 600, звонок по России бесплатный, то есть получили письмо, вызываете почтальона, он к вам приходит с этим терминалом, и вы через этот терминал оплачиваете необходимый налог. Ну напомню, что налоговые уведомления начали рассылать с 1 октября, как это и происходит каждый год, кто-то уже получает их в виде, точнее с помощью электронных сервисов, но вот большинство получают налоговые уведомления именно с помощью заказных писем. Заплатить налоги, напомню, нужно до 1 декабря этого года, иначе будут применяться уже штрафные санкции. Прививки от гриппа перестали делать в Хабаровске, правда, касается это только взрослых людей. В городе закончилась вакцина, вот что по этому поводу, говорит заместитель начальника отдела городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранения Татьяна Захарова, я процитирую ее. Более 107 тысяч доз взрослой вакцины с авигрипп было использовано. По информации Краевого министерства здравоохранения, дополнительная поставка составит 119 тысяч доз, а ее прибытие хабаровчане будут оповещены через средства массовой информации. Препарат поступит во все поликлиники Краевой столицы, вероятно, свою работу возобновят и мобильные прививочные пункты. Конец цитаты. Ну, стоит отметить, что вакцинация детей в Хабаровске продолжается. Сейчас вот запасы детской вакцины составляют почти 30 тысяч доз. И еще вот несколько замечаний по этому поводу. Пока в Хабаровске не было поставлено ни одного диагноза грипп, при этом эпид-порог по ОРВИ превышен практически на 26%. В связи с этим медики просят соблюдать меры личной безопасности. Это вот личная гигиена, это масочный режим. Нужно избегать мест массового скопления людей. Ну и, конечно, одеваться по погоде. Если вы вдруг почувствовали признаки простудного заболевания, то в нынешних условиях лучше не заниматься самолечением, а обратиться к медикам, либо вызвать врача на дом, либо пойти в поликлинику. Тем более, что, напомню, сейчас вот всех медицинских работников обязали у людей с признаками ОРВИ в обязательном порядке брать анализ на коронавирус. Далее реклама. Давайте прервемся и продолжим через несколько минут. Комиссия управления делами президента России по противодействию коррупции начала работать в Хабаровском крае. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев. И вот на встрече с членами правительства всем было поручено оказывать всяческое содействие сотрудникам вот этой противокоррупционной комиссии. Хочу вас проинформировать, что с 19, то есть с сегодняшнего по 30 октября комиссии управления президента по вопросам противодействия коррупции будет проведена проверка на организации работы по профилактике коррупционных правонарушений в органах госвласти Хабаровского края. Прошу всех взять под личный контроль предоставление необходимых документов и материалов членам комиссии, которая сегодня уже прибыла в Хабаровск. Обращаю внимание на то, что в рамках работы комиссии будут проверяться и иные вопросы, связанные с коррупционными рисками. Госзакупки, реализация нацпроектов, предоставление мер государственной поддержки гражданам и организациям и прочее. Так что, коллеги, имейте ввиду непредоставление информации от грубого и нарушения регламента правительства Хабаровского края. Строить жилые дома возле парка Динамо нельзя. Такое решение принял арбитражный суд Хабаровского края. Об этом на своей инстаграм-странице написал председатель Хабаровской городской думы Михаил Сидоров. Ну, давайте я напомню, о чем идет речь. Это два барака рядом с парком Динамо со стороны улицы Дикопольцев. Ну, городские власти в течение многих лет просто не знали и не понимали, чего делать с этими бараками, потому что людей надо расселять. Условия для жизни там были совершенно невозможные. Вплоть до того, что туалет на улице, все это тянуло на улицу Дикопольцева, ну и в район третьего городского пруда. И вот появился инвестор, который сказал, я расселяю людей, а взамен на этом участке строю гостиницу. Инвест-проект был принят, людей расселили, но вот после этого застройщик, вот этот инвестор, решил изменить правила землепользования в городе Хабаровске, поменять назначение вот этого участка, чтобы появилась возможность на этом месте построить жилой комплекс. Это решение было заплакировано депутатами Хабаровской городской думы. Ну и вот застройщик, то есть инвестор, компания, сейчас найду ее название ООО «Дальвостокстрой», обратилась в суд. В итоге дело в первой инстанции было проиграно, суд поддержал решение депутатов Хабаровской городской думы. Ну и вот что по этому поводу говорит председатель думы Михаил Сидоров у себя на инстаграм-странице. Я небольшую цитату прочитаю. За застройщиком сохраняется право обжалования решения в суде высшестоящей инстанции. Видимо, дело еще не закончено. Будем следить за развитием событий. Ну а сегодня день рождения Хабаровского края. Наш регион был основан 20 октября 1938 года. Тогда был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР о разделении дальневосточного края на Хабаровский и Преамурский края. Ну, конечно, тогда Хабаровский край выглядел совсем не так, как он выглядит сейчас. Тогда в его территорию, я зачитаю список, входила Хабаровский, Хабаровская область, Амурская, Нижнеамурская, Сахалинская и Камчатская области. А также входила еврейская автономия. Ну вот постепенно, в течение 20 века, вот вышеперечисленные территории, они начали отделяться в отдельные субъекты. И окончательная географическая форма нашего края была образована уже в 1993 году, когда была принята новая конституция Российской Федерации. Та самая конституция 1993 года. И вот по этой конституции еврейская автономная область получила статус полноценного субъекта Российской Федерации. Сейчас Хабаровский край занимает третье место по площади среди субъектов России. В нем проживает 1 миллион 315 почти с половиной тысяч человек. Ну и помимо всего прочего, на всю страну Хабаровский край известен еще двумя событиями. Это наводнение 2013 года и Бурейский оползень. Уникальное явление, которое произошло в 2018 году. Ну, по крайней мере, вот этим двум последним событиям в той же Википедии уделено отдельное место. Они вынесены прям двумя отдельными статьями. Ну и сегодня с днем рождения Хабаровского края жителей региона поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев. Дорогие друзья, 82 года назад был образован Хабаровский край. На самом деле история освоения нашего региона имеет более глубокие корни. Край включал в себя несколько дальневосточных территорий, а Хабаровск всегда был экономической, политической, военной и культурной столицей. В биографии региона много трудовых свершений. Машиностроение, нефтепереработка, горное дело, лесное дело, наука и культура – этим известен наш край всей стране. Я и моя команда побывали во всех районах, мы провели много встреч. Здесь живут настоящие дальневосточники, люди искренние и трудолюбивые. Вместе мы будем работать над тем, чтобы вернуть краю величие и гордость. Сегодня, благодаря национальным проектам, инициированным президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, у нас есть все возможности для роста. В этом году край получил значительную финансовую поддержку. Мы продолжаем строить школы и детские сады, дороги, развивать образование и медицину. Благодарю всех, кто своими знаниями и талантом вносит вклад в созидательные перемены. Любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас объединяет. Желаю всем веры, надежды и любви. Памятные медали получат сегодня новорожденные. Это вот такая акция в честь дня рождения Хабаровского края. Ну, точнее, медали, конечно, получат не сами малыши, которые родились 20 октября, а их родители. Причем медали будут вручать в отделах ЗАГС, когда вместе с документами о регистрации рождения. Такая акция в крае проходит уже не в первый раз. Медали, рожденному в день образования Хабаровского края, начали вручать с 2017 года. Знак этот выполнен из металла. На одной стороне, соответственно, герб Хабаровского края, а на другой стороне – аист. Согласно статистике, за последние 10 лет в день образования края появлялось на свет от 19 до 64 новорожденных. В прошлом году родилось 17 девочек и 16 мальчиков. А в год 80-летия Хабаровского края в числе 19 новорожденных было даже две двойни. Так, давайте посмотрим теперь на заголовки, которые, мне кажется, заслуживают внимания к этому часу. Быстро пробежимся по социальным сетям и лентам информационных агентств. В Хабаровск доставили подозреваемого в регулярном минировании аэропорта. Ну, об этом сегодня написали сразу несколько изданий со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу. Итак, что это за человек? Подозреваемый. Ему 38 лет. Он житель республики Коми. Мужчина был ранее осужден за кражу. В июле-августе-сентябре этого года он по электронной почте направлял заведомо ложные сообщения о заложенных взрывных устройствах в терминале аэропорта и в самолетах. По словам самого злоумышленника, однажды ему тоже пришлось испытать неудобства из-за экстренной эвакуации по сигналу ложной тревоги. Вот поэтому он решил таким образом отомстить. Сейчас задержанный доставлен в Хабаровск, он помещен под стражу. Ему грозит лишение свободы до 5 лет. Подрядчик возобновил работы по строительству дамбы в Комсомольске. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Хабаровского края. Техника уже вышла на работу. Вот даже есть фотографии, сейчас вы их видите. В настоящее время организован завоз материалов для отсыпки тела дамбы. Ну и также решается вопрос об альтернативных поставках грунта с зимних карьеров. Ну и еще одно сообщение. Автобус Милосердия сделал остановку в Хабаровске. Небольшое видео об этом событии размещено в инстаграм-паблике ХБК Новости. Давайте его посмотрим. Что такое автобус Милосердия? Это такая благотворительная акция, которая проходит в городе каждый год. Ее организаторы осенью собирают вещи для тех, кому негде жить, или для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В этот раз горожане собрали несколько килограммов одежды, собрали продукты, средства личной гигиены. Сейчас все это отправилось на склад организации Милосердия. Ну и вот уже там будет выдаваться бездомным, ну и всем тем, кому необходима эта помощь. Так, у меня на этом все. Следите за новостями вместе с губернией. Хорошего вам дня и удачи!